Здравствуйте! Сегодня продолжим серию наших бесед, и мы решили открыть такую тему. Тема, в общем-то, хоть может кому-то показаться и неважной, но она, если задуматься, открывает многое пространство исторического поля, так скажем так, исторического и в том числе политического сегодняшнего дня. Эта тема, мы ее решили обозначить как возможность славянского братства и вообще славянский союз в политическом и историческом поле. Его значение, влияние как на историю, так и на сегодняшний день. Сегодня мы приглашали многих представителей, значит, и русских националистов, и русских язычников. Ну, так получилось, что, скорее всего, нам придется вдвоем с Сергеем открыть эту серию в передачу, представляющую еще раз председатель Некоммерческого культурно-просветительного фонда Союза Украинцев России, в Сибири, точнее, Ивашенко Сергей Алексеевич, и я координатор сборского клуба Евгений Петренев. Для начала я хочу тогда, раз мы вдвоем эту тему открываем, обозначить позиции. Тем более, я думаю, у нас позиции будут такие дискуссионные, я так думаю. Надеюсь. Да. И хочу обозначить и свою позицию, чтобы Сергей тоже сказал несколько слов, освещающих в общем эту тему. Прошу, Сергей. Ну, в прошлый раз у нас была передача, в принципе, неплохая была передача. И встреча вот с другими людьми, с язычниками в том числе и прочими историками военными, натолкнула меня на такую мысль. Мысль это была как дружба славянских народов. Что это такое, в принципе? Возможно ли она, дружба эта? А если возможно, что нам мешает быть дружными? Почему за всю свою историю славяне убивают славян? Ужасно просто. Но мы не такие уж и разные. И предки наши очень были так вместе и воевали. Но большую часть все-таки почему-то мы воевали друг с другом. Да ладно там славяне. Вот, допустим, если даже судит тот же самый круг, украинцы убивали украинца гораздо чаще, чем это делали оккупанты какие-нибудь или еще что-нибудь. То есть даже внутри Украины. То же самое внутри России. Ну понятно. Да, потому что гражданская война, она страшная война. Потому что она, это что-то такое дикое, непонятное. И мне, все-таки, как историку-любителю, хотелось бы, чтобы мы бы прониклись именно вот в эту тему. Посмотрели, что же нам все-таки мешает быть вместе. То, что вот язычники тогда мне сказали. Я, выпустили мы как раз несколько этих календарей, ну, фонд именно «Союз украинцев в Сибири» выступил, календарей. Ну, естественно, это российские все, праздники, все. И вот они мне говорят, язычник, вы, украинцы, вот всеми правдами хотите отличаться от нас от русских. Я говорю, вы извините, а каким образом мы хотим отличаться? Вот видите, вот у вас «Месяца» по-разному называются. Я говорю, так они у вас и назывались до начала 18 века точно так же. Просто они у нас сохранились, а у вас все, говорю, немцы просто немецкие перехватили. То есть, ну, получилось, что немецкая культура очень сильно вошла в русскую культуру. Ну, я говорю, а что, с другой стороны, вот я не хочу даже обижать, там, допустим, русский народ. Просто люди тогда сидели и даже боялись слово, допустим, «славянин» сказать. Может быть, не будем говорить вот это слово «славянин». А почему нет? Вот мы все, вот ты, Женя, я, люди, мы же все продукты истории. Вот когда изучаешь историю, через сколько невзгод, воин прошли наши предки, для того, чтобы мы просто сидели и могли элементарно сейчас общаться. И почему мы должны вот эту всю нашу историю перечеркнуть в угоду каким-то там политическим, ну, будем сказать, движениям. И все. А у нас, по сути, движение такое. Я сказал, говорю, ребята, а что же есть все-таки у России русского? Ну, флаг голландцы дали, торговый, голландский, ну, герб греческий, византийский. Что же осталось-то? Ну, не слишком ли далеко мы ушли от могил своих предков? Может быть, стоит посмотреть именно туда? Да, он у язычники говорил, вот боги отвернулись от нас, мы отвернулись от богов. Он смотрит, как вот есть вот там месяц у нас, вересень. Он что, не знает, что такое Велес, что был такой бог языческий? И люди говорят о язычестве, и тут же смотрят, что мы оставили эту старую свою культуру. И говорят, что вы, говорит, хотите отличаться. Да не хотим мы отличаться. Просто мы сохраняем именно свою старую... Ну, стараемся, вернее, сохранить. Что там говорить? Тоже тяжело это. Правильно? И вот мне бы хотелось проникнуть в это. Почему? Так ли уж мы разные, как нам хотят наши политики рассказать? Насколько мы разные? И когда мы поймем это, может быть, и какие-то вот эти вот тенденции, может, все-таки прекратятся. Ну, давайте ближе к конкретике. Ну, да. Значит, я понял, вступление такое, что разобраться, в чем близость славянских народов, проживающих вот на этой территории, которую мы называем Россией, и приближайшие страны, которые были едины когда-то государством. Да, конечно. Вот это мы хотим сейчас понять. Ну, и в том числе, я думаю, можно и посмотреть на тех славян, которые живут за пределами России. Конечно. Значит, у меня к этому вопросу отношение такое. Вы правильно сказали, славяне всю жизнь в истории убивали друг друга. И вот сегодня, для того, чтобы понять сегодняшний день и как-то его сопрячь с днями прошлыми, с историей, мы попробуем разобраться. Я думаю, у нас не одна будет передача на эту тему. Значит, у меня отношение такое. Да, славяне изначально никогда не жили в едином целом. Они всегда между собой воевали и между собой, и с другими близлежащими народами. Это однозначно для древней истории это нормальное состояние. Это то же самое мы видели и в Древней Греции, тоже там эти полисы были разбиты на эти полисы, которые воевали друг с другом. Но в какой-то момент кто-то, что-то с чем-то мог объединиться на какой-то идее. Как мы знаем, в истории такая идея была не идея, а был такой посыл, когда объединилась территория восточных славян, которые населяли север. И они объединились с югом. Мы с вами в прошлый раз об этом говорили. Это произошло во время похода Олега. Когда он взял таким определенным обманным способом Киев, после этого он объявил Киев матерью городов русских. И в общем-то история пошла центробежно, с тяготением к этому киевскому центру. И она проходила на протяжении нескольких веков, пока не произошел разлом. У меня еще такая мысль, что из тех времен, как славяне воевали друг с другом, это и княжеские усобицы, и между территориями определенными, так и до сегодняшнего дня, да, действительно, славяне никакого не имеют между собой согласия. Посмотрите, разве можно представить, что, хотя несколько совершенно лет назад еще, ну, может, несколько десятков лет назад, что поляки как бы с русскими сблизились, да? Но сегодня это даже представить невозможно. Это страна, которая изливает просто потоки грязи, скажем так. Ну, это же, в общем-то, так сказать, братья славяне, да? Ну, да. Ну, да, если уж так разобраться. То же самое с чехами по истории восточные славяне далеко разошлись, и это, как показала история, очень далеко, совершенно недалекая, когда Чехословакия, даже после того, как Россия ее спасла от германского нашествия, скажем так, выступила в авангарде раскола с Россией. Пусть даже с тем Советским Союзом, но все-таки раскола с Россией, скажем так. Я еще что хотел сказать. Ведь эти идеи объединения славян, они витали в кругах русской интеллигенции довольно приличное время, ведь было движение славянофилов в России, и геополитически эти идеи высказал, геополитически именно высказал историк-славянофил, известный, автор трактата «Россия и Европа» Николай Яковлевич Данилевский. Значит, ну, то, что мало того, что он говорил о культурно-исторических типах, которые имеют другое там значение по истории, он в своем трактате обосновал необходимость вокруг России создать кольцо дружественных славянских народов. Вот. Я бы хотел обратить внимание, что если вот кто-то посмотрит вот эти вот идеи Данилевского, это вторая половина 19 века, и сравнить с тем, что Сталин после войны образовал вот эту странную экономическо-социалистического блока, то практически Сталин вот как раз воплотил идеи Данилевского, вот это интересно, по геополитике. Но этот геополитический блок просуществовал недолго и распался. И тогда приходят на ум уже другие посылы, которые говорили другие русские мыслители, военные там и так далее. Они говорили, что ребята, со славянами бесполезно дружить, они всегда подведут и подставят ногу. Ну, как мы сегодня не удивляемся, вот на наших глазах происходит вот эта вот заморочка, которая случилась с газопроводом, с Болгарией. Они сказали, ну нет, и все. Ну начали капризничать, капризничать, договорились до того, что решили мы везти через Турцию. И вот представьте, Сергей, какой исторический кульбит. Когда-то Россия очень жестоко воевала с турками, да? Вот за эти земли, после которых болгары объявили себя Великой Болгарией там сначала, но потом их маленько подрезали, они стали маленько просто Болгарией. Но тем не менее, они России постоянно стыкали палки в колеса после этого. В двух мировых войнах они выступали против России. Получается, вот на сегодняшний день, если бы мы у турок эту землю не отбили, то мы спокойно бы этот газопровод построили, понимаете? То есть договорились бы с турками. Вот такая вот получает, вот такой кульбит иронический, ирония истории, понимаете? Вот это наши братушки и славяне. И когда вот герои той войны, Балканской войны, генерал Скобелев, Белый генерал, отвоевал, ну, благодаря, во многом благодаря его, вот этому военному таланту, была отвоевана вот эта земля для наших братушек, славян, болгар, он ведь не вернулся сразу в Россию, он там остался и помог болгарам создать свои военные силы. Он где-то с полгода, по-моему, может, чуть больше там проработал с ними, как военный специалист, и, ну, пытался их воспитать из них какие-то военные силы, для того, чтобы они могли за себя постоять. Ну, по его воспоминаниям, он просто плюнул на это дело и ушел. Потому что, ну, не воинственный это народ, не тот, который способен какие-то геополитические проблемы решать и так далее. Но вот пакости они строить могут. Значит, вот, пожалуйста, пример. Ну, поляки, чехи, болгары, я не знаю, но давайте не будем сегодня касаться того, что происходит на Украине. Это вопрос страшно сложный и, может быть, даже не совсем связан с таким предательством, потому что ведь нельзя не видеть, что часть народа думает так, часть так, и поэтому это очень большая трагедия. Абсолютно. И я ее просто, вы как хотите, я ее не хочу сейчас касаться. Ну, да. Значит, вот вчерашнее заявление нашего любимого президента Лукашенко, белоруса. Уж казалось бы, у нас что, славянские, славянских президентов. Лидер, говорят, последний паладин славянского мира. Ну, он говорит, что, ребята, русские, а мы ведь мы с вами повоевать можем, понимаете? Было такое вчера заявление Лукашенко. Я просто обалдел, когда читал в интернете. То есть, он говорит, не надо нас там пугать. Я не знаю, кто его там чем пугал. Лукашенко, несмотря на то, что он очень большие симпатии вызывал у всех людей вообще, у действительно российского, русского, славянского мира, вот в последние времена вот эти вот, он принял как раз направление такое, что как бы буду-ка я держаться определенного нейтрального положения и посмотрю, чья возьмет. Вот примерно так он держится. И в связи с его вчерашними заявлениями о том, что Белоруссия типа готова и противостоять в военном отношении, конкретно он отправлял это посыл России, ну, это вообще уже как-то ни в какие ворота не лезет. Ну, я про что хочу сказать. Я в братский союз славянский не верю в глобальном смысле. Я верю в союз братских народов тех, которые в определенном образе видят свою идеологическую парадигму в какой-то в одной цивилизационной плоскости. Я не знаю, правильно или понятно сказал, но расшифровываю. Допустим, сербы с русскими всегда жили в большой дружбе и взаимопомощи, в поддержке. Пусть даже когда-то Россия вляпалась в эту войну Первую мировую, из-за сербов очень плохо вляпалась, чисто с такой тоже геополитической точки зрения. Но вляпались, вляпались, то есть поддержали именно за сербов. Но и в то же время, в 1941 год, вспомните, сербы вступили в неравную схватку с Гитлером. И вместо того, что Гитлер планировал напасть на Россию в мае, ему вот из-за этой схватки с сербами всего-то 20 или 30 дивизий участвовало. Но все равно ему пришлось перенести на месяц. И те, кто знает историю Второй мировой войны и историю Великой Отечественной войны нашей, они понимают, насколько этот месяц сдвижки важен был Советскому Союзу для того, чтобы защититься от этого первого мощнейшего удара. Тогда был каждый день, по сути. Это было все. И под Москвой там решали практически дни. И то, что уже действительно немецкая армия вляпалась в эти русские морозы, буквально вот это, конечно, это было чудо, с одной стороны, а в то же время это большая заслуга действительно братского сербского народа, которые благодаря своему мужеству, своему героизму оттянули на себя вот этот первый удар. Ну, что я хотел сказать. Сербы и русские, они ортодоксальные православные люди, которые вот эту православную цивилизацию, они несут на своих плечах уже, скажем так, не одно второе тысячелетие пошло счет этому. Возможно, вот эта парадигма православная делает народы славянские именно братскими. Хотя тут же привожу пример, да, вот Белоруссия, ну почему-то... Православная. Православная страна. Абсолютно. Та же Молдавия, православная страна. Ну вот захотели они быть с румынами. Ну ведь это же славяне, молдаване. Ну вот им надо с румынами быть, потому что румыны там, видите ли, они от римлян себя держат. Мы хотим вот с ними. Они все-таки мудаване не совсем, как бы, славяне. Вот, каждый будет говорить совсем, не совсем. Покопайся в нас каждом, и не славянина найдешь. Ну да, ну да. Я вот к этому говорил. Вот на чем строить вот такое братское отношение славянских народов? Как вы думаете? Я вот и говорил, Евгений, о том, что мы очень далеко ушли от могил предков. Повторяюсь опять, к сожалению. Ну вы хотите сказать, что это древняя история. Да, потому что нашу историю очень сильно перепахали. Потому что нашу историю очень сильно уничтожили. Очень много. Потому что рассказывали, как при Петре немцы ездили и возили вазами с наших монастырей. Вот эти старые, древние летописи. Рукописи летописи. Рукописи, да. И мы не знаем ничего. И когда вот говорят, конечно, по поводу православия, я уважаю православия. Мы сами. Я хоть и греко-католик, мы тоже православные. Хотя и подчиняемся Риму, папе римскому. Но тем не менее, когда говорит Алексей II, я уже повторяюсь, что наши предки до принятия христианства были полузверями. Я абсолютно с этим не согласен. И говорить то, что русская православная церковь поможет объединиться, не знаю. Вот это у меня очень сильные просто в этом отношения. Что касается болгар, да, я согласен. То, что они очень сильно нам подгадили в истории. Но, что поделаешь, такие уж братушки. Что касается сербов, ну, будем вспоминать те старые времена, когда у нас тяжелые были отношения с Сербией. То есть, вернее, с Югославией. Когда чуть ли не до военных действий доходило, буквально. Когда там Тита встал. Ну, это Тита со Сталином подздорили. Это уж не настолько решающий исторический момент. Но, тем не менее, братские народы друг к другу очень плохо относились. Говорят, там были стички. Это Кита со Сталином. Нет, ну, Кита, но люди... Я не слышал твои истории, что и сербы с русскими где-то что-то сталкивались. Ну, это были на соревнованиях и прочее. Когда вот эти футбольные матчи были. Когда и у сборной Югославии довольно-таки сильная футбольная команда была. Будем считать, что футбольные стычки решающие исторические. Нет, ну, нет, ну, не футбольные. Там были и такие у нас живут. И Чехия когда-то, когда после того, как ввели войска Вашарского договора, тоже там были у нас стычки. Там высказывания просто рассказывали. Ну, с Чехиями сильнее стычка. И на основании каких там национальностей были стычки, я не готов сейчас говорить. Но Югославия это, извините меня, не только серб. Что касается истории, то что вот сербы, вот они помогли. А у них тогда исторически был выбор. Дело в том, что речь шла вообще о уничтожении сербов. Фашисты не хотели. Не хорваты, а усташи, которые вообще уничтожали сербу. И выбора у них не было. Но тем не менее, они пошли воевать, а болгар пошли за германцами, которые тоже такие же славяне, которые также были приговорены немцами. А сербы пошли воевать и воевали честно и героически. Но болгар так не уничтожали, как сербы. Ну, правильно, потому что они просто взялись, подняли лапки и пошли выполнять их команды. Конечно. Это понятно. А сербы, а сербы усташи. У них же вот это поискали даже сербаши, а не сербы усташи. Ну, а это извините. Ну, сербы, я говорю, усташи, они уничтожали же сербу. Правильно? Ну, фашисты. И сербосек был такой нож даже специально, чтобы не уставала рука. Вы говорите о том, что хорваты там с сербами остались. Да, да. И все. Вот, пожалуйста, братские народы рядом жили. Тоже хорваты и славяне. Хорваты и славяне, только мусульмане. А. Католики. Мусульмане. Нет, это босницы мусульмане. Босницы мусульмане, да. То есть это те, кого турки в свое время переявили. Босницы мусульмане. Хотя они, кстати, те же самые славяне, то есть хорваты и сербы. А хорваты католики. Вот, пожалуйста, вот вы говорите. Я про что и говорю. Вот католики и православные рядом, и те, и другие друг друга уничтожают. Уничтожают, да. И по поводу, вот, вы сказали, что вы греко-католик, у меня большие сомнения. Потому что греко-католики, они же практически были и созданы для противодействия России. И они были созданы для того, чтобы папа распространял свою власть на этот православный мир. Это как бы такая буферная зона между православным миром и католическим, скажем так. Буферная зона, которая была под властью папы. И, естественно, от папы на Руси никогда ничего хорошего ждать не приходилось. И много пакостей католики и рыцари там с древних времен. И далее нашествия различные, поляков и так далее. Все это происходило под эгидой католических нунциев. Ну да, было такое. Значит, да. Поэтому, ну, говорить о том, что с греко-католиками будет какое-то сближение. Ну я уж вроде ушел от сегодняшних событий на Украине. Но вот сегодняшний день показывает какое-то, может быть, сближение. Ну, вообще-то мы вот, у нас самая главная молитва у всех, будем говорить, у христиан, ну, православных. То, что мы молимся за объединение всех церквей, ладно, правильно? Ну, каждый говорит, ну, наша церковь лучше вашей. Ну, как бы, ну, что значит, за объединение церковь? Есть такой симбиоз, где католическая, но, нет, почему, где? Вот, пожалуйста, в храм, в любой православный храм. Евгений, зайдите в любой православный храм. И там будет, обязательно скажем, за объединение всех церквей в одну. Ну, это какие-то экуменические нотки. Эти экуменические нотки в свое время пошли в начале 90-х годов. И они пошли в этот самый церковный клир. И есть священники, которые за объединение вот это вот экуменическое, а есть те, которые категорически против. Так вот, я за тех, которые категорически против вот этого экуменического движения. Потому что экуменическое движение было признано вредоносным для православного мира еще на соборе, который организовал Иосиф Виссарионович в 48-м году. Да, 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 было там. Да, было такое. И после этого были различные попытки возродить этот экуменизм. Ну, а так как есть определенная эсхатологическая теория, что конец мира будет связан с объединением церквей, то многие православные люди это объединение церквей не приветствуют. Я говорю, что я к таким людям и отношусь. Значит, кто там молится за объединение церквей, я не знаю. Надо просто пойти с этими священниками, разобраться и поговорить с ними. Ну, что вы, ребята, экуменисты? Ну, так тогда так и скажите. Честно. Так у нас везде, во всех храмах. Вон даже, где Тихон. А и во всех храмах, каждый день. Вы знаете, что главным экуменистом в свое время был митрополит Кирилл Смоленский, сегодняшний патриарх. Он был главным экуменистом России. И не мудрено, что сегодня во всех храмах молятся за объединение церквей. Поэтому готовится волчий собор, так называемый, в 2016 году он будет проходить под эгидой, значит, объединение всех православных церквей под этого константинопольского патриарха, стамбульского, значит, известного масона в Арфоломее. Ну, вы понимаете, что... Который у него очень мало прихода, он приход очень небольшой, но имеет огромную власть. Который пытается сегодня сказать, что я самый главный. Ну, это же... Ну, если бы этот был, понимаете, какой-то действительно молитвенник, который прославился каким-то священнодействием, который ведет на усиление православия. Но он постоянно исполнял заказы то там папы, то там каких-то служб ЦРУ, то откровенно в масонских организациях участвовал. Ну, какой он объединитель, какой он вселенский патриарх. И вот под эгидой этого готовится Всемирный Собор, который планирует быть Вселенским Собором. Вы понимаете, что это такое по вот этой вот теории, опять же, вот нашей? Все Вселенские Соборы, 7 Вселенских Соборов прошли в первом тысячелетии нашей эры. И они установили определенные каноны. Эти каноны считаются нерушимыми. И наша церковь православная, и сербская православная церковь стоит на нерушимости этих канонов. И вдруг придется какой-то собор под эгидой Папы Варфоломея, патриарха Варфоломея сказать, что вот мы какие-то каноны тут изменим. Вот это и будет раскол церкви. Однозначно будет. Ну, да. Если наша церковь поведется на эти вещи, ну, очень даже не исключено, потому что я говорю, что патриарх сегодняшний Кирилл, хоть и говорит определенные вещи, я потом прокомментирую, кстати, то, что вы сказали, говорит определенные вещи, связанные с симпатией к русскому, к русской цивилизации, к русским людям, но мне кажется, это просто прикрытие того, что готовится для русской церкви. А для нее готовится, мне кажется, большой удар. Значит, по поводу вот его выступления, по поводу того, что славяне там, это звери, пока не пришли к Кириллу Мефодий. Полузвери. Которые пришли к Кириллу Мефодий, там и так далее. Ну, интересно, что предъявлять претензии к Кириллу, конечно, можно, что он подхватил, но первые претензии надо предъявить летописцу Нестору. Он практически прокомментировал его слова. Потому что вот практически дословно то же самое в повести временных лет прозвучало. Понимаете? Ну, это можно объяснить, то, что вот эти вот средневековые монахи, когда получили вот эту силу православия, и они были при государственной власти, они как-то старались вот эту государственную власть усилить, защитить и так далее. И им надо было обосновать, что вот православие пришло, и вот вы сейчас радуетесь. Ведь Нестор писал свою повесть временных лет в конце 11 века, в начале 12-го. И кто был Нестор? Он был монахом у Киево-Печерской лавы. Нет, по национальности. По национальности не знаю, если вы можете сказать, ради бога, кто он там был. Но, по крайней мере, это от него. И еще в 13 веке была еще одна летопись, которая вошла в исторические сведения, и на нем многие историки основывают. Это новгородская первоначальная летопись. Значит, в ней тоже что-то такое прозвучало. Поэтому Кирилл просто прокомментировал то, что он прочитал из этих источников. Бац, и это вот было правильно воспринято, что это не так. Я тоже с этим не согласен. Но о чем говорить, если славяне уже такое количество городов, письменность, ну какие-то полузвери, извините меня, это целая цивилизация своеобразная, целая культура была создана, пусть там, хоть и вне христианства, но в то же время и вместе с христианством. Ведь на территорию проживания славян христианство пришло не с принятием крещения на Руси, а гораздо раньше. То есть христиане сосуществовали вот с этими вот язычниками-славянами, которые поклонялись там каким-то добрым, нормальным, светлым богам. Вот эти вот славяне, они быстро перешли на христианство. Почему? Потому что по своей парадигме оно практически не отличалось. Там есть силы зла, силы добра, и здесь есть силы зла и добра. Ну раз государственная власть сказала, перешли на православие. Все, приняли христианство. Многие перешли очень просто, многие сопротивлялись, скажем так. Но сопротивлялись, скажем так, довольно недолго. И я считаю вот эти вот сказки о том, что там огнем и мечом подчинили, ну это просто сказки. Не, бывало и огнем и мечом, к сожалению. С северными племенами, да, пришлось поработать. Да. Это да. А киевляне довольно мирно приняли православие. Потому что для них было устранение язычества, это устранение власти варяжских дружин, которые, в общем-то, своей жестокостью шокировали многих людей в то время, человеческими жертвоприношениями, перуными и так далее. Потому что это все киевлянам надоело, скажем так. Поэтому и Ольга приняла, мать Владимира, христианство, и потом уже официально было принято христианство, православие. И Киев, мать городов русских, это центр русского православного мира. И вот, к сожалению, кое-кто об этом забыл и от этого отказался. Ну ладно. Значит, я знаю, вы любите древнюю историю, может быть, вы приведете там оттуда какие-то примеры для того, чтобы аргументировать братство славян. Ну, братство славян у нас, в принципе, ну, очень мало мы, допустим, знаем и до сих пор изучаем тех же самых палапских славян, которые, по сути сказать, являются нашими в некотором роде все-таки пращурами. Ну, вы считаете, что поляне пошли от палапских славян? Да, конечно, да, да. Потому что те же самые сказки, которые нам принес Пушкин, наш великий Пушкин, который рассказывал про остров Буян, все это на самом деле было. Ему все это передавалось. Можно коснуться. Да, да. Вы не задумывались, почему корабли мимо острова Буя нашли, а? Косарство Славного Салтана. Почему они мимо проходили? Да это был проклятый остров. Нет, ну, все-таки, изоп нет, везде палаты. Все-таки доказали, что там очень богато жили люди. Не такой он наш был и проклятый. Кто? Буян. Буян? Это остров Березань в устье Днепра. Ну, это... А, нет, это... Нет, я про тот. Я имею в виду остров Буян, который... Рюкген. Нет, ну, это Балтийский... Да, это Балтийский территорий. А по моим сведениям, то, что я читал у историков, остров Буян, это остров Березань, на котором Святослав казнил своих товарищей христиан, с которыми из Доростола пришлось ему отступить. Зверским образом расправился с ними на этом острове Березань, и он долго был проклятым местом. И вот я думаю, что мимо острова Буя на корабли шли вот именно из-за того, что это проклятое место. Но дело в том, что тот-то остров у нас не находится в море. Правильно? Вот. Березань? Да. Но у нас не находится. Ну, да, в устье Днепра стоит. Он как бы принадлежит Днепру. А, он не на Дунае, случайно. Он Днепру. Это Днепр впадает в Черное море. Ну, ладно. В устье. Но по морю плывут корабли, правильно? Там река. Это уже не то. Ну, не будем... Правильно. Плюс торговые пути. Сказки Пушкина. Ну, что с ним. Нет, ну, потому что дело в том, что... Человек с нашей историей, я согласен. Нет. И дело в том, что сейчас, до сих пор, вот нам очень мало рассказывают, когда немцы даже, вот они раскопки делают, и по-лапски, вот, действительно нашли на том же Рюбгене вот это самое, то самое княжество, которое оно было. И там действительно богато жили люди. И это до сих пор у них, у них до сих пор у немцев это все, то есть, вот оно, пожалуйста, окажем так. что восточно-немецкие земли, они действительно были населены славянами. Да. И от них остались вот эти вот названия. Пруссы. Это то же самое сокращенное название. Нет, бронебор, допустим. Бронебор, да. Бронебор, тот же самый. Символ Берлина, то есть, медведь. Это все наше. Германия была населена славянами, это известная историка. Конечно. Как бы, они же, потом о Германии. Они очень серьезно, нет, дело не в том, что о Германии, конечно, там части ушло все-таки. Поляне они ушли, они образовали, вот, то же самое государство, Польша отошло от поля. Они образовали, они правда пришли, да, было уже поселение, Киев уже был, было поселение. Поляне, ведь это же не так просто, что вот, Польша все время там претендует на Киев. Да, Киев на Польшу. Да, потому что они ведут единый корень от поля. от поля, согласен. Потому что остались единоплеменные славяне-ляхи, которые остались там. А поляне дальше пошли. Да, и между прочим, пошли-то они с кем? Пошли они, кстати, с хунами, гунны, то бишь, венгры. Ну, я не буду в эти... Нет, хунны и венгры, это, наверное, разные вещи. Это... Венгры и угры. Угры. Нет. Ну, угры, мы их называли уграми. Вообще, они назывались хуннами. То есть, теперь у нас Венгрия, как называется? Она пишется, Хунгария. То есть, страна гунна. Может быть. Или земля гунна. Это те же самые угры, которые вышли у нас с территории где-то Сибири, скажем так. Да, да, абсолютно, да. Я тогда и говорил, когда... Родственные... Практически башкиры, родственные к венграм. Ну, в частности, с древних времен, по-древнему. Почему? Да, есть определенные... То есть, угорские племена, они Сибирь населяли. И тут столкнулись у нас в Сибири, значит, угры, о том, что вот я говорю, мы слишком ушли своих предков. Почему мы очень мало знаем о своих предков, о тех же самых палапских словах, которые, кстати, вот все говорят, ну, как вот, действительно, Люрик, якобы, был шведом. Ну, как шведом он был, когда... как он... Нет, много всяких... Нет, ну, много говорят... Теории происхождения Люрика... Да, вот он... Ну, потом, действительно, историки говорят, а вы знаете, что он все-таки был славянин? Да, естественно, это давно, кстати, еще мальчишкой знал. Почему? Потому что, вот как так вот, представьте себе, пригласить человека, правь нами, а вдруг он, извините, людоин? Ну, а то есть, наши предки не дураки были, они так просто не приглашали человека. Человек знал нашу славянскую культуру, то есть, близок к его, более того, он имел славянские корни, он был славянина, и он знал язык, то есть, боги и культура ему настолько была близка. Вы хотя бы говорите, что есть такие версии исторические, ведь нет доказанности этого. В том-то и дело, что нет доказанности, а почему нет доказанности? Ну, есть такие версии. время очень сильно хорошо покопались немцы в нашей истории. При Петре Первом. Вполне разумная версия, значит, то, что историю изничтожали, летописи жили. Я же не говорю, что там вот это вот сластики и прочее, я вот они влажну. Будем надеяться, что он раскопает библиотеку Ивана Грозного, мы все поймем. Либерию Великию, да, я тоже бы, конечно, хотел бы этого, но боюсь, что боюсь, что Великая та самая Либерия, которую мы все ждем. Я все-таки хочу говорить на основе того, что происходит в научных кругах, Сергей. Научных. Есть такие вещи, что да, повесть временных лет, она была написана, там, новгородская летопись была написана, это знаменитые источники, на которых потом, ну, правда, они не сохранились, там. В списке. Когда она была написана уже, вернее, переписана? Переписана в Ипатийской летописи, там и так далее, не важно, не важно, но все-таки вот эти вот источники, историки изучают, сравнивают их с иностранными источниками, и вот это вот сравнение привело их к тому, что они говорят, вот эти все древние Они основывались на изначальных летописях, на изначальных сводах, так сказать. Был такой начальный свод и был древнейший свод. Это чувствуется по тем словам, которые заложены в этих летописях. То есть, была культура, была своя история, были люди, которые писали эту историю, но это было все уничтожено. Но историки сегодня говорят, да, была начальная летопись, была древнейшая летопись. И, конечно, хотелось бы найти истоки их. А сейчас, может быть, нам все-таки не так сильно упираться, как бы искать вот эту культурную свою нишу именно в западной культуре. Может быть, мы славяне, а в да, потому что вот рано или поздно, я говорю, почему, меня это возмутило в прошлый раз языческое. Когда я даю им календарь, они говорят, вот вы, говорят, украинцы, хотите отличаться. Ладно, бог с ним, не хотим мы отличаться, мы просто стараемся уберечь свою культуру. Хотя там, конечно, 2015 год, а не сотворение мира, как у нас было раньше. Меня не это возмущает у язычников. Меня у язычников возмущает другое. Я им всегда говорю, ребята, язычники, приведите из истории хоть одно реальное лицо, которое вот известное, вот такой вот мощное государственное, вот подвигом там что-то совершил для государства. А, ну, самые грамотные из них Святослав. Ну, Святослав, конечно. Вот Святослав, ну, говорят, вот Святослав чего стоит, я говорю, да Святослав только чего-то и стоит, а еще что-то приведите. Понимаете, ну, вы смотрите, вот тысяча лет, сколько христиан поработало на историю нашей страны, нашей державы, нашего государства. И вы припоминаете вот этого вот только Святослава. Ну, да, был такой великий полководец, да, ему многим обязаны, ну, и много чудес он совершал, в том числе истребил своих, ну, да, истребил своих товарищей жесточайшим образом. И, видимо, нашелся такой перст Божий, который тут же он, тут же он и погиб после истребления своих товарищей христиан. Ну, тут же он и погиб, понимаете, тут же этот печенежский князь Куря поймал его у порога в Днепр и сделал из его черепа чашу, окованную, с которой потом печенеги пили какое-то там вино. Вот ничего они привести не могут, они рассказывают какие-то сказки. Я тогда говорю, ребята, ну, тогда у вас не вера, не парадигма какая-то для существования вот народа нашего, а это просто какая-то сказка в Баба-Ягу. Вот, ну, давайте тогда, скажем так, ну, давайте вот Баба-Яга придет в парламент и будет править, если вы, язычники, хотите вот какую-то нишу свою занять. Ну, примерно так. Ну, зачем сказки рассказывать? Язычники просто, они даже не знают язычество. В общем, дело-то. Тоже правильно. Я бы согласился с ними в чем-то, если бы они рассказали вот, вот такие вот археологи, нашли такие-то культуры, вот там-то, там-то, что-то, что-то, вот это мне интересно, да, вот я понимаю, это поработали настоящие профессиональные историки. Археологи нашли подтверждения, там, раскопали какие-то памятники, там, что-то, вот здесь вот были такие боги, там были такие боги. Ну, они все валят в одну кучу, и, о, у нас боги, вот, боги от нас отвернулись. Да, ребята, какие боги от нас отвернулись, елки-палки. Если вы хотите сказать, что много богов должно владеть нами, то это будет раздрай, как в древнейшие времена. Там один бог, одно племя с одним богом, там другой бог, с другое племя, и вот они друг друга. Мне тут бог не нравится, вот тут мне нравится больше, это симпатичнее. Ну, о чем вы, вот это меня возмущает в язычниках, а то, что там какой-то месяц, там, они забыли, или что, ну, это, как бы, ну, фольклор. Нет, ну, не фольклор, почему? Тоже интересен, настоящий фольклор тоже интересен. Нет, ну, мы отступаем все дальше и дальше, а дальше что у нас будет-то, понимаете, Евгений? А дальше у нас будет, это русская на аллигатур. А дальше мы, как современные люди, должны найти такие современные политические и традиционалистские и культурные парадигмы, которые смогут новое общество повести вперед, а не назад каким-то языческим богам. Нельзя отрицать науку, которую сегодня отвергли, вы затоптали, понимаете? Я считаю, что во многом в этом виновата вот этот вот религиозный наплыв. Ведь священникам и вот этим вот служителям культа, только дай волю, они все затопчут, они во всех школах ведут религиозное видение, и мы забудем про науку, и мы опустимся, рухнем вообще в какую-то катастрофу без культуре. Ну не без культуры, скажем так, ну вы поняли. Ну да, я понял. Ну нельзя в школах насаждать вот эти вот религиозные учения с той стороны, которую они насаждают. Вот тут должны священники преподавать, вот тут мулы должны, вот тут должны раввины преподавать, ну это какая-то глупость полная. Ну введите вы религиозное видение в старшем классе, чтобы все... Религиозное видение в старших классах, как предмет, который должны пройти все и должны ознакомиться с научной точки зрения со всеми. И пускай он изучает все религии. Все религии и поймет их взаимодействие. Какие священники в школах, вы что говорите? Если он будет долбить только свою религию, не зная чужую религию, другого, хотя они взаимодействуют. Люди должны понять значение религии в полном историческом контексте. В полном. Насколько вот это вот связано с формированием цивилизационного смысла какого-то народа. Вот в этом отношении религию надо понимать и ощущать, и знать. И в этом отношении ты должен, конечно, прикоснуться и к храму, и к священнику, и понять, почувствовать. Это я понимаю, но это совсем не для детей. Это пусть они с родителями где-то проходят. Я тоже против, кстати, Евгений. Я тоже против. Потому что начинается, как только задевать действительно, одни одной религии, другой другой. Ребята, так проще изучать историю религии. И все, пожалуйста, там все. Может быть, кто-то из священников на меня обидится. У меня много друзей священников. И было, и когда я жил в Центральной России, я знал, с монахами общался. И священников много хороших людей. Много очень хороших. Ну, просто система очень сложных. Умных. И насколько это сложный, тяжелый перст, который выбирают на себя настоящие священники, накладывают на себя. То это надо просто знать. И я сегодня их делю на священников, которых очень мало. И попов, которых очень много. Много. И когда говорят, что вот, ваша там православная церковь, там, да, да, да. Ребята, вы просто священников не видели. Вы не видели, раз так говорите, вы не видели вот этого вот внутреннего мира, глубокой, исторической, православной, русской культуры. От которой, к сожалению, еще раз повторяю, украинский народ отказался сегодня. Почему? Я думаю, он еще вернет. Я надеюсь на то, что... Давайте мы покрасим друг друга. Они отказались. Мы считаем, что вы отказались. Ну, как мы отказались, ребята? Если Киево-Печерская лавра, это центр возникновения русских монастырей. Ведь там созданы, оттуда пошли все монастырские уставы. Ну, конечно. Там находятся могилы. Я не знаю, кто там по национальности или по народности был Нестор. Вообще, Нестор, это еще никто не доказал, что он существовал. Может быть, это целый, значит, отряд таких летописцев, которых потом объединили. Команда. Команда, да. Которые просто объединили. Ну, а почему? Вместо Спартака Нестор. Повесть временных лет – это глобальное исследование, составленное для той государственной власти, которая в то время была, там, тогда правил князь Святопол. С учетом, так сказать, угодить власти. С учетом объяснить кое-какие вещи. Ну, все равно, если бы не так угодили. Противостоять власти, конечно, никто ни в какие времена, как бы не лез в эти времена. Повесть временных лет – это очень серьезное исследование. На нем историки серьезные строят, и они сравнивают их с зарубежными источниками, с арабскими, с византийскими, с германскими. Значит, очень много там понятного, доступного и логического дошло до наших времен. Именно из повести временных лет. Поэтому я бы не хотел вот так вот, чтобы… Но слишком там мало все-таки анаславян. Я про что хочу сказать. Я не знаю, кто там был Нестор, но основатель Киево-Печерской лавры был из Любича. Любич – это город Черниговской, значит, принадлежавший Черниговскому, значит, в то время землю. То есть это как бы понятно, да, что я говорю, Антониковому, да, основатель? Он был из Любича. Поэтому не надо… Теперь это Брянская область. Брянская? Ага. Но, тем не менее, в то время оно принадлежало, как бы, киевским землям. Ну да. Да. Тогда очень многое принадлежало киевским землям. А вот единственное, что вот, видите, я просто хотел бы пристеречь вас, вот Евгений, потому что вы вот сказали, ну там вот Олег, там нет, не Олег, Святослав. Ну он, да, он там что-то там, вот он, да, он молодец, там вот это вот победил. И, знаете, дело-то в том, что… Я не говорю, что он молодец. Нет, да. Молодец, что он снял хазарский вот этот вот нависавший… По сути, по сути сказать, Святослав, Святослав, он его, кстати, вот кроме у нас, почему-то его так изучают довольно-таки слабовато. А вот я когда начал изучать этот более, так сказать, углубленный этот вопрос, и Святослав сделал огромное дело. Он, по сути сказать, тогда уже создал ту самую Киевскую империю, империю именно, империю. Кстати, везде она вот, я смотрю, привозили с Запада, и там нет Киевской Руси, там стоит Киевская империя. То есть она у них считается империей. И это правильно. Он тогда, между прочим, славян, тех, которые мешали Киеву, то есть Вятичей и Кривичей, конкретно победил. И не сразу. Не сразу. Но тем не менее, он их победил. Ну, он заставил платить дань. Что значит победил? Написано в летописи, что Вятичей он заставил платить дань. И то уже после того, как Хазар завоевал. Но он разбил их, тем не менее. Он разбил, почему? Потому что славяне эти, Кривичи и Вятичи, помогали Хазаре грабить своих же славян. Я не знаю, они им давали войска. Да. Они им давали войска. Кто только в те времена с кем не давал. А киевляне, что не давали свои войска, о чем вы говорите? Булгары, булгары тоже давали. За это Святослав разрушил их города и Россию население. Он уничтожил Хазарию как государство. И тем самым, и тем самым... А князь Игорь тогда кто, по-вашему, предатель Киева? Ну он же воевал за интересы Хазарей. Ну воевал, потому что было, и что... Ну что, мало ли кто чего давал. Нет, почему-то его считают на Западе Александром Македонским в Восточной Европе. А у нас к нему отношение, ну был там, ну так, да. Что, Переославец, он говорил, здесь будет середина моих земель. Для 10 века, для тех временен, это гигантский такой... Такая фигура гигантского масштаба, я согласен. Да, гигантская территория, которую он покорил. То, что он сделал, он практически перевернул весь политический расклад будущей вот этой вот европейской и азиатской части. В пользу Киева. В пользу Киева, согласен, да. Он устранил Хазарский Каганат напрочь. С ним просто история распрощалась. Который правил вот этими вот местами почти полтысячелетия. И насколько воцарился мир в Киеве после этого? Ну, тем не менее, там была Хазарская община. Ну была Хазарская община. Ну что падешь, куда от него деваться? Который изгнал потом только Владимир Мономах. Ну ладно. Но тем не менее, я говорю, вот мы так и относимся. Дело в том, что, ну да, вот он, да, вот. И дело в том, что я это слышу не от первого человека. А его считают великим там, на Западе. Мы его не считаем великим. Почему? А человек сделал огромное. Ну, допустим, ну устранил он Хазарский Каганат, Сергей. Ну, дальше и дальнейшие его действия, они были просто, ну, бестолковые оказались. Как бестолковые? Ну, а что он сделал? Да он обезопасил, он Византию, извините. Он Византию подбросил и обезопасил. Ну, аж болгар разгромил для интересов Византии. А потом и византийцы его оттуда и выкинули. А болгары-то воевали на его стороне. И гонны воевали на его стороне. Ввязался он в дело в этом, когда там был этот Базилевцев Никифор Фака. Он втащил Святослава в свои предприятия, потому что у него возникла война с Болгарией. И Святослав пришел воевать с Болгарами, он их разгромил. Потом Никифора Факу убили, пришел Иван Цемиский и изменилась политическая... Система Византии. И эти болгары же воевали с этим Святославом против Византии. Ну, еще, мы довоевались до того, что Святослав вынужден был уйти. Ну, так ничего, никаких интересов для Киева он оттуда не извлек. Как не извлек? Ну, а что он оттуда извлек? Да как он? Византия после его похода действительно уже начала с уважением смотреть на Киев. Ну, не только после его похода. Значит, нет, ну, если говорить... Он очень много, и Дороскол он там очень... Доросток. А, Доросток, да. Потом Перьяславец. Перьяславец, Доростол, это вот два города, которые там он поднимал и пытался их сделать своими центром, своей политической власти. А, цивилизация? Получилось. Значит, а по поводу того, что Византия там после этого зауважала киевскую власть, ну, я бы не согласился, потому что первый поход киевлян датировался столетием раньше, даже более чем столетия. По-моему, это был 852-й год. Это когда... А сколько ты дел? Ну, да. Там, это еще те времена, когда они подписали первый договор с византийцами. Это была первая самоидентификация вот именно киевлян, киевской вот этой власти, как вот определенной земли. Скажем так, я еще не скажу русской, потому что Русь потом пришла с севера. Ну, кстати, не за сотню лет, а с больше сотни лет. Ну, да. Гораздо. Я и сказал, чуть больше сотни лет. То есть, 852-й год, первый поход датируется, и походы Святослава на Византию, это уже 968-й, 970-й. Вот примерно такие вот годы. Ну, это да, 10-й век. Ну, 968-й, 970-й. 10-й век. Вот примерно я могу ошибиться, плюс-минус, там, 1-2 года. Ну, и что? А сколько дир? А потом через 30 лет периодически вот эти договора возновлялись. Вы знаете, что Византия заключала свои договора на 30 лет. И почему русы потом приходили, уже русы, потом же они так и указывались в древних летописях. Пришла вся Русь, византийцы пишут. Значит, через 30 лет пришел, значит, уже Олег. Или Рюрик? Ну, Олег, наверное, уже. Потому что 808... Рюрик? Да. Скорее всего, Олег, да. Ну, да, точно. Потому что 808... Рюрик туда, он не везет. Где там Пушкин пишет, что-то он там прибил к каким-то вратам. Но, кстати, византийцы почему-то этот поход не заметили. И никакого прибитого щита. А там были летописцы серьезные. Они отмечали и не только свою победу, но и поражение. Потому что он просто пришел и получил дань. Да, они просто перезаключили мирный договор с Олегом. А Святослав конкретно воевал. Игорь потом ходил еще на Византию. Тоже, значит, пришел. Его пожгли греческим огнем. Он там обкакался, извините меня, и ушел обратно. Ну, то есть, через каждый 30 лет... Он просто его не жгли. Но он и не завоевал. Нет, но он и одержал победы. Он одержал победы на стороне Византии сначала с болгарами. Так и над византийцами одержал победы. Какие победы он там одержал? Его осадили в Доростоле. Несколько месяцев он там посопротивлялся и ушел. Еще до Доростола это было. Ну, конечно, когда... Согласен, там первые... Не просто же так византийцы с ним начали войну. Конечно. Что-то он предъявил. Они сначала его не восприняли всерьез. Сергей. Ну, хотя это наша тема касается. Правильно? Это наша общая славянская боль. Да. И общая славянская история. И о чем мы говорим? Мы почему так горячо и обсуждаем? Что же там тысячу с лишним лет Святослав, Игорь там и Олег натворили? Да. Но правильно вот вы сказали еще. А сколь ты Дир? Но ведь все же они были варягами. Какие? Варягами? Асколь, Дир, Рюрик, Олег, Игорь. Они все были варягами. А кто такие были варяги? Они так в летописях представлены. Ну вот. А кто такие были варяги? Правильно? Ну об этом ученые голову сломали. Ну это что? Шведы там? А говорят... По крайней мере они были не славянами. Вот вы говорите, что они были славянами. Они славяне были. Вот Аскольд и Дир, они были конкретно славянами. Они были полянами даже. Не знаю почему. Они в истории присутствуют как люди Рюрика, пришедшие до него за 20 лет раньше. А до того еще, это было у нас в пятом веке, сам Кий тоже на Константиново. Ну это совсем легенда. Ну правильно, потому что это совсем легенда. Очень-очень давно было. И встретили его, ну византийцы же... Меня интересует то, о чем пишут историки и ученые. Ну понятно. Потому что они уже изучили. То, что осталось, да. Профильтровали все летописи, все документы, которые можно от византийцев получить. Показали правителям те, о да, давайте вот здесь, а вот это вот давайте лучше. Я не думаю, что кто-то там что-то скрывал. А почему нет? Всегда власти есть, что скрывать. Кий, Хорев, Щек, это все легендарные личности. Причем историки говорят... И сестра их Лыбить. Да, и сестра Лыбить. И причем историки говорят, да, действительно, вполне, это почти, ну это 100% что такие люди существовали. Что тут отрицать нечего. Слава тебе Бог. Да. Что упоминания, может быть, вы скажете, где существуют, я не знаю. Но в повести временных лет про них упоминания есть, скажем так. То есть русские летописцы про них упоминали, да. Вы еще там, тогда помню, в прошлой беседе говорили, там Кии какие-то. Кии. Ну не Кии, а уж если по летописям Кияни. Ну Кияни, да, было и такое. Вот. Я это понимаю. В это вот проходило... Кияни это кто были? Ну жители Киева, да, правильно. Люди, которые основали этот город и расселились вокруг Киева. Это были те, которые правили. Поляня. Да. Вот я про еще говорю про Кияни, я ничего не знаю. На север ушли Словения. Так они там и были, да, жили там Словения. Да. Эльменские Словения. Эльменские, ну Эльменские, Воложские, там Волоховские, там Волоховские, там. Это было племя Словения. А кстати, А Словения до этого еще жили, они до того, как туда попасть, они еще жили в нынешней территории Белоруссии. Там была Словения. Ну, а Белоруссия, вы тут к Кривичам какие-то вопросы имеете, там, к Вятичам, к Кривичам. Я понимаю, у вас... Не, а Белоруссия при чем тут? К Кривичи и Вятичи и Белоруссии. Ну, Кривичи это Белоруссы, однозначно. Ну, это Полоцкое княжество, Кривичи. Полоцкое княжество, вот почему Белоруссия вот и пошла каким-то определенным соединением вот от этого вещи. Ведь это произошло во времена Владимира, да? Когда он там с помощью вот таких вот непонятных, нехороших вещей взял и покорил этого князя Рогволода Полоцкого и изнасиловал его дочь, от которого потом родился какой-то там ребенок, да? И потом вот эти вот потомки, вот это вот Рогволода и Рогнеды, они претендовали на киевскую власть из-за того, что Владимир вот так вот отличился. Но дело в том, что Полоцк долго воевал с Киевом, ну, это земля Кривичей. Нет, я понимаю. Потому что современная украинская историография, возглавляемая украинской академией, ну, как она, научная академия, значит, ну, она, конечно, имеет свойство быть еще потом изучаемой, скажем так. Ее надо будет еще анализировать, что они там понараскопали. Ну, как и у нас выступающий по телевизору вот такой есть, пивоваров, который почему-то себя возомнивает. Возомнил академик. Да, он академиком является, но совсем в другой области. В филологии. Да, совсем в другой области. Но он, тем не менее, говорит по центральному телевидению. Это страшно вообще, ужас просто. То, что говорит Пивоваров, это просто Сванидзе, Пивоваров, Млечин. Вы, знаете, вот вместе с их дядюшкой Резуном, который сидит там в Англии, понимаете? Вот то, что они говорят, это, ну, как-то от науки надо отодвинуть. Это не то. Дело в том, что я говорю, чтобы мы, главная идея-то, почему вот я даже вот, то есть, подал-то вот идею вот этого вот именно славянских-то народов. Главная идея, чтобы мы не скатились опять в Итрускана-Алигатуру, чтобы мы остались именно теми самопытными. Потому что мы все больше и больше растворяемся, растворяемся в культуре, нам чужды. Да, славяне всегда растворялись в культурах. И дело в том, что эти культуры потом получалось растворялись в славянах. И очень удачно. Так дело-то в том, что вот мы только что с вами говорили, тот же самый Бронебор, там где Герберлина. Я говорю. Ну, это уж совсем далеко. Ну, да, но дело-то в том, что наоборот наши тогда славяне, я о чем говорю, они наоборот несли культуру. Славяне пришли и столкнулись на севере с вино-уграми, с вино-угорскими племенами. Значит, на востоке они столкнулись с хазарией, на юге они столкнулись там со скифами и так далее, с арматами, со скифами, с арматами там и другими степными племенами. И вот это вот взаимодействие вот этих вот различных культур, оно и дало вот эту вот такую мощную закваску. А что в этом плохого? Отлично. Что оно дало? Просто дело не в том, что, а я о чем говорю, что наши славяне, тогда древние славяне, они несли культуру. Может быть и вбирали что-то, но в основном они несли культуру. Ну, для этих племен, да, согласен, потому что... А сейчас почему-то мы, наоборот, вбираем. Я говорю, что у нас осталось славянского-то нашего? Ну, что значит славянского, что мы вбираем? У меня вот в моей цивилизационной схеме, в моих мозгах, наша русская культура, которая принадлежит и украинцам, в том числе, значит, в полной мере, значит, наша русская культура, это и есть результат вот этих многовековой традиционной работы. А что от нее осталось? Дело в том, что русская культура... Да, что осталось? ЕГЭ. Ну да, вот я про то и говорю. Ну, вопрос уже к Министерству образования и культуры. Так я о чем и говорю. Потому что я знаю, что в советской школе национальная литература, русская литература, это было все. Для всех народов нашей страны. Для всех. Не изучали все, ничего. По телевизору и в кино снимали русскую классику. Вся русская классика экранизирована в советское время. Посмотрите, это же шедевры экранизаторские. Шедевры. Вся русская классика полностью экранизирована. Вот это была русская культура. А сейчас я не знаю, что они там снимают. Он Михалков что-то такое снял. Вот сказали, ура, ура, Михалков снял. А что он там снял? Муть какую-то. От этого вот фильма, вот от этого просто тошнит. Из-за его неисторичности, несовершенства в деталях, формах. Что там? Ну, актеры играют хорошо. Ну да, актеры играют хорошо. Но на исторические... А, съемки красивые. Да, съемки красивые, но они неисторичные. Абсолютно. Вы хотите сказать, что вот это берега Волги, начало 20 века, да бросьте вы. Женевское озеро. Не, ну это какая-то другая река, только не Волга, по которой бродили в атаке Бурлаков, понимаете? Там баржи должны ходить, там должны быть песчаные пляжи, по которым Бурлаки идут. Там, в конце концов, пароходы должны бороздить Волгу. Там течение должно быть, тогда еще не было гидроэлектростанций. А что он нам показывает? Муть какую-то. И я не скажу, что... Но, между прочим, Михалков великий, и он этого мог не знать и пропустить. Ребята, Михалков сыграл в фильме, помните, жестокий романс Рязанова? Вот там была Волга 20 века. Вот там были купцы русские показаны. И Михалков сыграл в этом. Шикарный фильм. Шикарный фильм. Вот тому фильму я верю, а этому Михалковскому бурде я не верю. Ну, там он себя, по сути сказать, себя и снял. Нет, я имею в виду, себя сыграл. И это объявлено нам сегодня шедеврами русской культуры. Да извините меня. Вот советскую культуру возьмите, там была русская культура. А сейчас нет русской культуры. Советская культура. Я о чем и говорю. А сейчас все больше и больше растворяется русская культура. Ну, согласен. Говорят, вот не поверите же, Евгений. Украинские коллективы, вот приехали с Алтайского края. Вот недавно Морозы выступали здесь, в Новосибирске. Они пели, разве что, думаете, что такое украинские песни? Они пели русские песни. А где наши русские коллективы? Почему русскую культуру все больше и больше зажимают? Что нам, украинцам, приходится защищать русскую культуру. Есть русские там всякие казачьи хоры. Да. Вот я хотел сказать, что вот на эту муть, на эту муть, который... Всякий хоран сам, геройский там и так далее. Да. Которые, нет, на эту муть, которую снимает тот же Михалков, выделяются огромные деньги. Огромные. Здесь я полностью согласен. Узнаем огромные деньги. А на русскую культуру, действительно русскую, никому не нужна. А получается, она не нужна нашей нынешней власти. И вот мы, украинцы, вынуждены защищать русскую культуру. Потому что порой иногда говорят, люди, нет, люди говорят, это действительно, люди чиновники, слава богу, что вы хоть немножко выступаете, потому что выступают коллективы восточные и прочие, они берегут свою культуру. А у нас? Я во многом с вами соглашусь. Да, я имею в виду непрофессионально. Хорошо, что среди людей различных культур находятся апологеты всей культуры, которая составляет... Я именно Евгений говорю, не то что, в советские времена у нас были не только профессиональные коллективы. Сейчас вас послушает человек какой-нибудь и скажет, мы знаем, как на востоке Украины украинцы защищают русскую культуру, понимаешь? И все. Ну, при чем тут это? Причем тут это? Я говорю, вот из этого поля выходит. Кто там защищает русскую культуру на востоке Украины? Из этого поля выходим, значит, и говорим именно о культуре. Потому что если что-то и спасет, вот это вот наше состояние, вот это вот идиотских каких-то разногласий, войн и так далее, то это именно возврат к цивилизационным формам, к именно культуре, к образованию. Да. И настолько ли мы, украинцы, враги русскому народу? Как нас порой иногда хотят... Наверное, надо смотреть, украинцы есть такие, украинцы есть такие, украинцы есть такие. Как и русские есть такие, есть такие, есть такие. Как и казахи есть такие, такие, такие. Если пообщаешься хоть с теми, хоть с другими, видишь, что разные. Конечно. И поэтому столкновения происходят под воздействием и внешних сил, и внутренних противоречий. Если кто-то, извините, из дураков нарисовал там на своей каске, извините, эсэсовский какой-то, это не значит, что украинцы фашисты. Вот я говорю, и показывали, показывали, ладно уж, задели эту самую тему. Показывали, что там блокпост, чтобы ушли украинцы, там уже эти ДНРовцы уже говорят. Люди месяц питались гнилой водой. У них там ничего не было, ни еды, ничего. Там люди, но они не покинули свой пост. Они стояли. Эти, говорят, вы, говорят, фашисты. Они такие, аж вот так, я помню, посмотрел, действительно, я это видел по нашей СМИ. Они такие, какие мы фашисты. Мы воюем за территориальную целостность нашей страны. Лучше этой темы не касаться, потому что как они воюют и что они воюют, у меня совершенно другое мнение. И мы с вами сейчас пытаемся найти точки соприкосновения в истории и культуре. Слава Богу, мы понимаем друг друга с этой точки зрения и понимаем, что с этой точки зрения и надо искать что-то. Конечно, я о том и говорю, не надо уходить от могил предков. Больше надо, чтобы в русской культуре больше было русского. Ну, а что осталось? Русское – это имперское. Русское – это имперское. Ну, вот сразу начинается имперское. Ну, а как? Вопросов нет. А как мы хотели? Вот русское – имперское. Ну, ладно. Ну, дальше что? Ну, построим империю. Построим вопросов крови. Ну, ребята, ну, извините, кто такой Карамзин Татарин, кто такой Пушкин, бывший негер. Значит, ну, извините меня. Ефиоп. Да, Ефиоп. Ну, что вы хотите сказать? По крови это воспринимать? Я говорю, что имперская культура – это культура цивилизационная. Она составлялась из многого, из многих кровей. Многого. И, слава Богу, русская цивилизационная парадигма, она стала общей, она стала сверху. И она, как бы, на ней основывается все. Вот Советский Союз был построен на русской цивилизационной системе. Ну, да, только правила Советского Союза. Компартия другой вопрос. Ну, практически так, да. И пока Компартия Украины правила там, Советский Союз, но с 30-х годов, с 30-х годов еще при Сталине, вот эта вот культурная парадигма русской классики, она была внедрена в сознание. Печатались Толстой, Достоевский, Чехов, вовсю. Они печатались еще с 30-х годов. Ребята, которые шли воевать с немцами, они шли воевать. У них были в кармане Томики Пушкина у многих, потому что они пришли со школьной скамьи. И тогда люди не боялись себя называть славянами, русскими. А сейчас мы уже, передача идет, ну, да, может быть, не будем даже называть славянами. Да, я говорю, я как видел передачи, вот, Евгений, вот я видел передачи, серьезно, вот, обалдеваю. Говорит, а вы кто, русский? Так вы фашист? Ну, что, ну, было это. Это было до того, вот, как были украинские события, понимаешь? А теперь у нас виноваты... Это было все 90-е годы, это было начало 2000-х годов, когда за слово «рыск» тебя сразу же называли фашистом. Да, и это все прошло. Да, и все. Почему люди должны стесняться этого? А теперь это выгодно власти. Теперь, ребята, называйтесь... Да, теперь давайте мы теперь русские. А мне уже это неинтересно. Ну вот, я про что и говорю. Про что и говорю. Понимаете, вот вы ищете вот из древних, это самое... Вот Поляне противостояли Кривичам, Вятичам. Да я сам Вятский, елки-палки. Я Вятич. И что вы имеете против Вятичей, товарищи Поляне? У меня из трех моих дедов, бабушек и дедушек, значит, трое святки пришли в Сибирь. Ну, что поделаешь? Хазаром помогали вы Хазарам. Да кто только не помогал. Я говорю, и Игорь помогал Хазарам. Шел и потопил свою дружину в Каспийском море. Вот, понимаешь? Что вы... Вятича. Нет, надо знать свою древнюю историю, надо обязательно знать, надо делать из нее какие-то выводы, но говорить о том, что вот, а вот те... Ребята, суздальцы убивали новгородцев, тверичи мочили суздальцев, вырезали пленных тысячами, понимаете? Это же какой кошмар, ловится в средневеках. Мы зачем это будем переносить сюда? Нет, когда монголов... До монголов. Да, до монголов. И когда монголов пришли-то, почему? Я говорю, вот даю гарантию, если бы тогда Русь была вместе, единая и мощная, мы бы тогда бы этих монголов, да сколько бы у них там тумен бы не было. Вот тот же самый... Вот эти славянские племенные противоречия все и разорвали. Да. Вот, допустим, единственный раз, когда более-менее объединились славяне, когда они разгромили тумены еще... Нет, это... Нет, ну, все-таки, когда монголам тогда воткнули очень хорошо, это на Западной Украине. Теперь нынешний западный. Почему единственный раз? Ну, славяне объединялись, значит, первый очень хорошо держал Древнюю Русь Ярослав Мудрый. Это великолепный исторический пример, который держал и Новгород, и Киев в едином цивилизационном поле. Да. Потом объединил Владимир Мономах, значит, это второй раз, когда это самое... Третье, Всеволод Большое Гнездо. Ну, было такое. Ну, были такие вещи, что могли Русь объединить кто-то, но Всеволод Большое Гнездо, правда, с Киевом уже не договорился, скажем так, он объединил только Северную Русь. Ну, говорить, что вот единственное там... Нет, ну, просто нет, просто тогда... Еще он потом королевство, конечно, принял королевский титул. Мы уже говорили на это дело, Сергей. Да, но тем не менее, кстати, в его войске тогда, тогда ведь были и чехи. Тот же самый Ян Жишко воевал, уже прочим. Для тех времен, в войске Даниила Галецкого. Да, Даниила Галецкого. Ну, понятно, для тех времен это нормальное явление, потому что славяне ощущали себя каким-то единым полем. Каким образом он тогда, он же тогда смог как-то и чехов тех самых подтянуть. Они же там были. И венгры там были, и поляки там были. Ну, и отразить, да, какое-то... Да, ничего себе отразить. Он Тумен все-таки... Он поставил заслон Даниила Галецкого. Да, и серьезно? С ним уже татары, монголы пошли на договоренности и так далее. Да, вот именно. Понятно. И говорить о том, что и Северная Русь там не поставила заслон тоже нельзя. Да, Баты прошел, но они после того, как они прошли оди единым походом, больше они с Русью воевать по большому счету не захотели. Потому что прошли очень большие стычки и таких народов, в принципе, они и в том числе и с киевлянами столкнулись, и с западными славянами, таких народов они, конечно, не перевоевали бы просто монголы. Они вынуждены были договариваться, что с Киевской Русью, что с Суздальской Русью. Они уже тогда были разделены. Да, тогда и возникла десятина. В то время, да, возникла вот эта вот разлом. Ну, разлом, к сожалению, возник еще раньше. Ну, при Андрее Боголюбском еще разлом возникли, при Юрии Долбоком. Кстати, когда сожгли Киев тогда, разгромили стол, когда... Сожгли, был такой поход при Андрее Боголюбском. Разграбили и все. И тогда, по сути сказать, уже и пошла Русь на убор. Я про что говорю, что славянские племена друг друга уничтожали очень сильно. Я вначале это и сказал. Да, и почему, почему мы в лихую годину, почему нам надо именно что-то страшное, чтобы объединиться в конце-то концов? Почему мы так нормально, вот как сейчас мы за столом, мы не можем? Почему? Сергей, я вам скажу так. Почему Данил Галецкий это смог, а Володя Путин он не сможет. Почему? Потому что он просто-напросто думает о своем кармане, о прибытке. Ну, давайте не обсуждать сейчас это Володю Путина или Турчинова с Порошенко. Нафиг. Я не хочу сейчас этого касаться. Что они смогут, что не смогут. Значит, мы пытаемся прощупать какие-то исторические точки. Да. Что-то я хотел сказать у меня. А-а-а. Ладно. Ладно. Ничего. Ладно, хорошо. Мы, я думаю, продолжим эту тему, но с более конкретным обозначением тематики. Ну, просто ряд передач надо ее сделать, чтобы вот эта тема, она прозвучала из других уст. Из уст историков, политологов. То есть, которые просто-напросто надо все это, вот эту информацию объединить. Я думаю, мы сможем пригласить сюда этих людей и поговорить. Они с удовольствием придут. Я думаю. Да. Потому что вот эта тема, я считаю, я говорю, вот я тогда, ну, конечно, много национальной идеи, но вот главное, что меня лично, как славянина, я не боюсь этого слова, как славянина. Я тоже не боюсь. Ну, к сожалению, некоторые боятся, хотя являются язычниками. Я вспомнил свою мысль. Ведь это же не только славянских племен это касалось. Все народы воевали друг с другом до омерзения. Посмотрите, какие страшные были схватки у тюрков, у монголов, у кавказских народов. Кавказские народы между собой только до смерти не убивали. Но когда надо, они вставали и объединялись. Это всем присуще. Просто славяне распространялись на такую огромную территорию, что они тоже воевали друг с другом. Но чтобы объединиться, им нужны были огромные усилия. То есть надо теперь, получается, нам съехаться в одну маленькую территорию, чтобы нам, так сказать, жить другим цивилизационным смыслом. Я про то говорю. Необязательно. Ну, слишком, ну, велика нам. Не можем мы России. Я говорю, ребята, так в чем же дело-то? Тогда, получается, вы предлагаете нам уменьшить ее территорию? Если мыслить с точки зрения, что мы вот только славяне, то да, нам не удастся. Потому что мы подчинили себе, вот русские подчинили себе много народов. Много. Не просто подчинили, а многие народы и вошли. И самостоятельно, и по доброй воле. И в результате военных действий вошли в территорию русского влияния. И поэтому сейчас игнорировать это нельзя. Если сейчас мы будем говорить, что мы сейчас между славянами объединимся, и все хорошо. Но так не получится, Сергей. Дело не в этом. Я хочу сказать, что всегда есть то, на чем все держится. И стержнем, тем стержнем, на котором держится Россия, является славяне. Не будет их. Когда, извините меня, президент выступает и говорит, у меня много титульных наций. И говорит, о многих, многих, многих. Я говорю, извините меня. Это уже все. Это развал страны, по сути, сказали. Сергей, вы как украинец слово русский игнорируете. А я говорю, что стержнем нашей империи должна быть русская цивилизация. Наша общая. А наша вообще, я считаю, цивилизация, это русичи. Потому что что-то из русских, что-то сделали непонятное. Русь их звали. Да, Русь. Русь. И, между прочим, даже шведы себя Русью называли. Настолько это было престижно, быть Русью. И это давали наши предки. Вот. Мы обозначили свои позиции. Позиции понятны. Конечно. Значит, и, я думаю, продолжим потом. Обязательно.